Получить звезду Мишлен – вершина карьеры в гастрономическом мире. Высокая оценка подобна премии «Оскар». Это не просто приз зрительских симпатий, а качество, подтвержденное профессионалами. Начало гонки за звездами положил глава знаменитой компании по производству автомобильных шин. В начале 20 века Андре Мишлен выпустил путеводитель для автомобилистов. На каждой заправке любой водитель мог заглянуть в этот перечень и сравнить автостоянки, придорожные отели, кафе, ремонтные мастерские. Звездочка напротив названия предупреждала о больших ценах. Идея понравилась. Справочник регулярно переиздавали. Спустя 30 лет он превратился в легендарную книгу «Гид Мишлен». Больше всего люди ждали информацию о ресторанах, кафе. Рейтинг стали получать и повара. Семь шеф-поваров, которые сами отказались от звезд Мишлен. Количество звезд не то же самое, что нормально, хорошо, отлично. Закрашенный круг одна звезда показывает заведение. Хорошие на общем фоне общественного питания. Закрашенный круг две звезды говорят, что не следует упускать возможность побывать в этом месте. Закрашенный круг три максимальные звезды рекомендуют специально выбрать время для столь высокой кухни. На каком языке говорят в Турции долгое время критерии оценки оставались секретом. Но один проверяющий, Рэми Паскаль, рассказал об этом в своей книге. Важнее всего для критиков кухня, а потом уже идут цены, атмосфера и обстановка ресторана. Агенты анализируют отзывы, общественную популярность заведения. И вот в час пик тайный посетитель делает обычный заказ. Он внимательно изучает меню, следит за официантами, подачей блюда, отсчитывает время ожидания. Знаток точно оценивает ингредиенты и искусство приготовления. Экзамен повторяется неоднократно. Для получения наивысшей оценки надо не пропустить дорогого гостя более десяти раз. Почему украинцы так болезненно воспринимают, когда говорят на Украине и настаивают, что нужно говорить в Украине присвоенное звание должно привести к успеху. Но признание красного гида, как прозвали справочник, может привести к краху. Искусный шеф будет стремиться к заветному рангу десятилетия и закончит жизнь самоубийством, лишившись одной звезды. Трехзвездочные рестораны не справляются с популярностью, с тем, что приходится повышать цены, уменьшать порции. У победителей меняется формат, публика, и теряется изюминка. А иногда приходится закрыть заведение. От награды отказываются. Подобные звания в области кулинарии со временем вошли в моду. Признание Мишлен остается эталоном высокой кухни. Это ориентир для гурманов, бизнесменов, поваров. На деле каждый журнал, газета, интернет-издание публикует свой список лучших из лучших. Более того, каждый посетитель может в своем блоге уничтожить элитный ресторан или вознести любимую народную столовую. К какому мнению прислушивается большинство людей сегодня сложно сказать. Но все так же, как и сто лет назад, популярны обычные справочники недорогих кафе с вкусной едой.